Привет, зритель! Сей ролик будет о том, как я планирую свой бюджет. Запрос на этот ролик оставлял некто под ником «смотрю вас». Запрос повторялся, повторялся, и вот я наконец-то до этого добровась. Даже вопросы заскриншотила, чтобы у меня была шпаргалка перед глазами. Да, зритель, ты можешь оформить платную подписку на мой канал, и ты получишь разные бонусы от стримиков до смр-чиков и мукбагиков. 70% от этой подписки пойдет лично мне, что мотивирует меня снимать ролики и вообще радовать тебя хорошим, качественным контентом, продолжать радовать. А 30% пойдет в Ютубу, потому что Ютуб тоже кушать хочет. Ты можешь задонатить просто мне на поддержку канала. Ссылки есть в инфобоксе. Ссылка на ВКонтакте, там идет, по-моему, на Киви, на еще что-то. Киви, кстати, привязан к телефону. А телефон тот самый привязан к карте «Азон». Через систему каких-то там быстрых платежей на Сбербанке можно это сделать. Вообще совершенно я так с карты кидаю на «Азон», чтобы что-то себе купить. К этому телефону привязана карта новая, еще одна Сбербанковская. Или можешь просто кинуть бабла на Яндекс, или можешь кинуть бабла на Пейпал. И будет мне счастье, и ты как бы скажешь, «Лёля, спасибо тебе за твои ролики, за этот контент, за то, что ты такая клёвая, за то, что ты до хрена времени и денег вкладываешь в свой канал». Если ты этого всего не хочешь, можешь просто поплеваться в комментах. А если тебе и этого не хочется, но хочется посмотреть этот ролик, ну, welcome to hell, давай смотреть этот ролик. Короче, I will forever, как планируешь свой бюджет? Значит, дальше. Есть ли у тебя определенная сумма, которую ты откладываешь? Как бы у меня есть определенная сумма, которую я откладываю. Допустим, где-то с мая по сентябрь раньше я могла себе позволить отложить ну, около 5-6 тысяч в месяц. Если я в этот месяц или большую часть месяца бытовала в деревне, то я могла себе позволить отложить аж 8 тысяч в месяц, потому что, в принципе, в деревне сидишь, более-менее еда вся есть. Даже если она какая-то заканчивается, а обычно у меня сладкое в первую очередь уходит от безысходности, начинаешь трескать всё, что не приколочено, даже то, что не сладкое с чаем. Это раньше так было, в этом году как-то, ну, я ещё всего лишь пару раз была, так, 15 дней, 7 дней ещё больше пока не получалось по разным причинам. Там есть магазин, но он дорогой. Во-первых, на 30% всё, что есть, там дороже, чем даже вот в нашем магните, допустим, да. Плюс там, ну, в принципе, там много в чего есть теперь. Раньше там как-то скутся было, но до туда надо ехать. На велике где-то минут так 30, ну, или типа того. Короче, 15 километров туда, пардон, 6 километров туда, 6 километров обратно. По полю чуть меньше, но по полю дорогу я не знаю. Короче, когда я в деревне, то у меня получается больше откладывать денег. Сейчас моя пенсия 14 500. Плюс-минус сколько-то там рублей. Ну, в смысле, там ещё какая-то выплата идёт коммунальная. Зимой она, конечно, приличная, но и за коммуналку я плачу прилично зимой. Ну, и рядом-то как-то, я сейчас глянусь с телефона, потому что я как-то не очень в курсе. Интернет у меня сейчас мобильный, поэтому у меня он выходит за обе симки 475 рублей. Вот на Мегафоне у меня безлимит и на Билане у меня 15 гигов. В деревне, допустим, у меня чаще расходуются эти 15 гигов в Билане, чем в Мегафон. Ну, как-то вот так получается. Раньше это было с сентября, с мая, партон, по сентябрь, потому что как бы в апреле уже отключалось отопление. Сейчас же отопление у нас наш любимый кругленький как шарик МЭР. Воздушный шарик. Наш любимый воздушный шарик МЭР, который, ну, видимо, считает, что бюджет надо как-то пополнять хоть как-то. До середины мая у нас отопление, несмотря на то, что тепло. Ну, и, соответственно, где-то с середины сентября у нас в прошлом году включилось отопление, потому что, ну, как-то бюджет-то надо пополнять. Соответственно, я где-то обычно 3 месяца летом я вот откладываю по 5 тысяч. Стараюсь. Иногда побольше, иногда поменьше. Зимой я стараюсь, ну, как зима, это с сентября, значит, по май получается. Я стараюсь откладывать минимум ровно 3 тысячи. Ну, не всегда у меня получается их отложить. Иногда какие-то непредвиденные расходы случаются, что-то ломается, что-то приспичивает, что-то как-то. Ну, стараюсь хотя бы касать там, отложить. Иногда бывает, что так ухожу в минус, сама себе должна, из склада какого-нибудь достаю, достаю, достаю. Что был момент, вот год назад у меня такая ситуация была, мне не хотелось брать в долг у родственников. И я жила 2 недели на 200 рублей, ну, просто не тратила их, не на чего, как-то вот. Пыталась жить на то, что есть. Хреб там пекла, потому что как бы есть из чего. Так, значит, если у тебя определённая сумма, которую ты откладываешь, как планируешь свой бюджет? Ну, я планирую, как бы, я знаю примерную сумму, сколько вот идёт на коммуналку, сколько я бы хотела потратить на еду, но выходит стабильно больше. И сколько вот мне нужно, раньше я откладывала деньги, чтобы куда-то съездить. Потом случилось корового вируса, и съездить как-то особо, кайфа никакого нет, дальше деревни никуда не съездишь. Ну, ещё в сад, да. Ну, короче, дальше выдр на велике или в деревню на автобусе никуда не съездишь. Вот именно в путешествия. Поэтому у меня, получается, траты всякие бытовушные. Вот недавно, буквально позавчера, я купила холодильник за 18660. На телефон даже его засняла. Сегодня ещё заказала полочку, учитывая, что три косаря взяла в долг у родственников. До 12 августа. Именно 12 числа каждого месяца я получаю свою пенсию инвалидскую. Если тебя зритель бомбит от того, что я вот такая инвалид, то это твои проблемы, потому что до недавнего времени я очень стеснялась этого статуса. Мне было очень неудобно, я прям себя даже человеком не считала. Подробнее о том, как я не считала себя человеком, ты можешь прочитать в моей телеге. Так, дальше. Сколько тратишь на продукты и прочие обязательные платежи? Не поверишь, зритель, я веду уже чёрт знает сколько лет подсчёт. Ну, как бы это, я записываю чеки, чё куда, я трачу в тетрадочку. Правда, последние где-то, ну, чуть менее, ну, последние где-то, может, месяцев 7 я стабильно забываю. У меня так, сначала несколько дней пишу, а потом у меня чеки копятся. И в день получения пенсии я разбираю, блин, куда я деньги вообще делаю, а? На чё пошло? Ну, и по большей части я сохраняю чеки, потому что иногда чё-то купишь и понимаешь, что тут оно вкусное и хорошее. Иногда чё-то купишь, оно мало того, что сволочь такая, дорогое, так ещё и такое говнище, и записывая, что вот это дерьмо лучше не покупать. Иногда я заглядываю в свою тетрадочку, смотрю, да, вот это вот не покупать. Или да, а, вот это где-то я покупала, но я гляну, чё за магазин был, а вот этот магазин. Короче, веду подсчёт, чё куда деваю. Может, это, конечно, смешно, но вот у меня как-то это, до сих пор эта привычка есть. Так, сколько тратишь на продукты и прочие обязательные платежи? В общем, интернет, я сказала, сколько. Сейчас я зайду в Сбербанк, узнаю, сколько я трачу на коммуналку и продукты. Мне почему-то Сбербанк всегда прогнозирует какой-то запредельный прогноз расходов. У меня столько денег-то отразить не было. А когда были, так это, я пыталась всё-таки в Японию съездить, но другие хотели, чтобы я не ехала в Японию. В итоге так и не случилось. Супермаркеты, туда же идёт Озон, потому что я кидала одно время на карту Озон денежку, чтобы с неё и в магазине платить, пока у меня не было моей карты, потому что Сбербанк, ну вот Сбербанк такой, в каком-то видео я про это говорила. В общем, у меня в этом месяце был, потратилось я за супермаркеты и на что-то там покупала в Озон, 5,466, не считая этого. Вот коммуналка у меня в этом месяце вышла, я ещё за свет в деревне плачу, Мегафон, газ, жилсервис, газ, кстати, меня уже с декабря месяца не делает перерасчёт, хотя у меня техобслуживание оплачено, они мне всё какой-то, как-то очень загадочно делают, так это, минус себя не уносят, перерасчёт не делают. Вроде всё тут, потому что иногда Сбербанк почему-то некоторые платежи куда-то не туда уносит. Короче, в общем, вместе с интернетом у меня вышло в этот месяц 2,238, ну, грубо говоря, 2,240. Сейчас я гляну в прошлый месяц, как это было, чисто вот так, для сравнения. Коммуналка в прошлый месяц 2,787, что-то там, видимо, больше было. За май у нас тогда ещё немножко отопления было, 4,169, за апрель отопление было конкретно прилично. Но тут что-то у меня не всё посчиталось, ладно, тогда за март сейчас, ну, что у меня тут. Вот за март у меня тут вышло 5,129, это коммуналка. Так, на жратву сколько я обычно трачу? Ну, я как-то не считаю, я когда делаю подсчёт по чекам, я так охреневаю, у меня всегда как-то на жратву чуть ли не 10 тысяч уходит. Сама на себя охреневаю. Ну, 7 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч, вот это вот в месяц на жратву. Куда я деваю? Как я умудряюсь прожирать столько денег вообще? Хотя, вот знаете, сейчас вот, если у вас есть у кого сад, огород, там, своё какое-то подсобное хозяйство, где там растут всякие овощи, фрукты и так далее, то летом вот в какой-то период лета начинается тот самый момент, когда можно экономить совершенно на еде магазины, потому что помидорчики свои, огурчики свои, ягодки свои, там, салатик какой-нибудь, лучок, укропчик, петрушка, если повезёт. Вот петрушка что-то у нас в этом году как-то не уродилась, а в прошлом году с укропом был напряг. Ну, короче, как бы можно ещё-то сделать салат. Минимальные траты это вот там на яйца куриные, да, хлеб. Если жара, то хлеб как-то особо не попечёшь. Ну, да, я как-то пекла что-то, когда была жара, да, вот это вот. Ну, хлеб белый, там, чёрный какой едите, да, яйца куриные, там, мясо какое-то, да. Остальные все овощи с огорода. В принципе, уже идёт какая-то такая экономия. Сколько тратишь на продукты и прочие обязательные платежи. Вот, вроде я сказала, прочие обязательные платежи. Ну, мне периодически просто хочется, вот, знаете, в прошлом месяце с прошлой пенсии я что-то, я купила себе полкило на Вайтбери с сушёного манго, но очень хотела с чаем пожрать. И масло авокадо, на которое я где-то год, наверное, смотрела, облизывалась, меня дико душила жаба, вот это иногда всему своё время вот эта фраза очень подходит. К моим тратам, допустим, я смотрела, 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 он 500 с чем-то стоит, ну, где-то 550 или 565, хрен знает, как-то так. Меньше, чем 600, но больше, чем 500. Пол-литра масла авокадо рафинированного. А если заказала? Короче, у меня где-то косарь ушёл вот просто на две вещи. Ещё что-то такое, ну, как бы я стараюсь смотреть, допустим, мне нет сейчас миндаля, у меня нет каких-то орехов, мне понравилось кэш, я понимаю, что мне хочется каких-то орехов, и с сухофруктов, допустим, мне нравится жрать изюм иногда, он полезен до сердца, вообще полезен. Но я смотрю, в какой период лучше его покупать. Допустим, сейчас свежие овощи есть, и зимой или осенью уже как бы помидорку или свеженький огурчик со своего огорода ты не слопаешь, только покупать надо, да? Я смотрю, что, допустим, сейчас полезнее, что сейчас актуальнее, и стараюсь как-то вот это есть, и покупать то, что сейчас актуальнее. А осенью, весной, зимой лучше, допустим, все эти сухофрукты и орехи лопать, чтобы витаминчики пришли, потому что свежего-то ничего, своего огорода сада нету. И я вот планирую осенью купить себе каких-нибудь орешков, изюмчика. Ну, или иногда делаю так вот, залазю на Вайтбрис, что-то вот мне конкретное надо, и вдруг вижу там что-то такое, что я бы хотела, но меня душила жаба, оно внезапно по скидке я покупаю, если вот у меня финансы позволяют. Сейчас мне финансы нифига не позволяют, но мне нужна была по зарез полка, чтобы поставить микроволновку, ну, над микроволновкой электрическую духовку, потому что микроволновку на новый холодильник акта ставить нельзя, и так в правилах написано холодильника, и вот я уже поняла, что нельзя. Лена Фёдорова, вторую фамилию я не вспомню, из Казахстана внезапно, привет. Вот как раз это та самая проблема, которая вчера была, что нельзя микроволновку, оказывается, на современный холодильник взгромаждивать. Вот я заказала полочку на зон где-то за 2 400, учитывая, что вроде как в долг живу. Так, как удаётся на небольшой доход путешествовать? Ну, раньше, в принципе, у меня все эти путешествия более-менее такие бюджетные были. Некоторые путешествия выходили по цене моей тогдашней пенсии 12 с чем-то тысяч, а сейчас она у 14 500. И я как-то откладывала так по 1000, по 2, вот иногда вот реально выходило только максимум 500 рублей отложить, месяц или там вот тысячи, две, полторы, три. И как-то так копилось, окопилось отдельным вкладом. Раньше у Сбербанка проценты этих вкладов сохраняй, пополняй и так далее были как-то поприличнее. Ну, допустим, на те же 3 тысячи где-то 300 рублей как процент шёл. А сейчас эти на те же 3 тысячи в лучшем случае копеек 10 будет. И как бы особой роли не играет этот вклад делать. Было так, что я иногда раньше времени вклад закрывала, потому что нужно какую-то хрень купить. Позарез. Я ничего не беру в кредит. И я считаю, что в кредит берут те, у кого есть лишнее денег. Потому что ты переплачиваешь банку, там, минимум тысячи две-то точно. Я стараюсь просто накопить на что-то и купить его полноценно за свой счёт. Короче, раньше просто вот путешествую, а та же самая, ну, 30 тысяч у меня вышла в Абхазию. У меня просто были тогда деньги, тогда оставшиеся деньги не случившейся поездки в Японию. Потому что случился переезд, случился ремонт, который изначально мне пообещали полностью, а потом половину финансов я вложила. Ну, как получилось, так получилось. А потом ещё и кучу техники, ну, кучу денег, точнее, в канал угрохала, и кучу денег угрохала в какую-то кухонную технику, которую мне вот хотелось, а не было денег. А тут есть деньги. Япония всё равно накрылась медным тазом, точнее, чем-то там ещё. И я покупала то, что мне хотелось. Так, чё оно у меня тут? Ну, или там в ту же... В 2012 году я первый раз ездила сама с Ярублтуром. Впервые это в эту, в Карелию. Там чё-то 12, что ли, с чем-то стоила путёвка. Ну, ещё тысяч семь у меня ушло на сувениры, ещё тысяч пять, наверное, на жрату чисто, потому что там были у нас завтраки и обеды. Не всегда это было, хотя там это, по сути, было три дня, вместе с дорогой, соответственно, пять. И как-то, ну, у меня ещё были какие-то шабашки тогда. Вот когда есть какая-то подработка помимо пенсии, да, вот помимо социальной пенсии, то как-то легче накопить. Когда у тебя вот сейчас последние несколько лет у меня только социальная пенсия, спасибо тем, кто иногда редко донатит, даже если сто рублей. Или там вот бывает, что и две тысячи на день рождения мне тут человек скидывал. Это, в принципе, как бы всё равно идёт к каналу. Раньше я как-то не догоняла какой-то прелести сути канала. Там иногда делала что-то на отцепить, иногда делала по умолчанию, по привычке или ещё что-то. Потом я вдруг прониклась, и вот, допустим, мне что-то приходит. Я что-то выиграю в том же приложении Китфорд. Я понимаю, что это, во-первых, может быть интересно людям. Во-вторых, оно мне нравится. Мне нравится техника, допустим, Китфорд. И если я обозрю, сделаю обзор такой вот, то сейчас я стараюсь уже делать обзоры не как вот, типа, вот я купила, получила посылку, сейчас это вот минут 30-40 будет этот ролик. А как-то пока пахнет, так вот, что, допустим, если я ищу какую-то вещь хочу купить, и ищу отзывы на неё, мне удобнее вот посмотреть именно сжатый ролик именно вот такого формата. Я сейчас стараюсь писать именно такого формата. Человек, ты зритель вот, который смотрит сейчас вот этот ролик, да? Вот смотри, потому что сейчас-то я в камеру говорю. Посмотрит. Если у человека есть совесть, он не отключает от блока, он смотрит рекламу. Я смотрю рекламу в видео в чужих. Я смотрю рекламу даже в аниме. У меня даже подписка есть на аниме, на сайт на один, где, чтобы возможность смотреть без рекламы, но там они обманывают на самом деле эти люди, держащиеся. Да, и реклама всё равно есть. Кошка у меня что-то дерёт усиленно. Возвращаемся, короче, к рекламе в видео. Если у человека есть совесть, то он не отключает от блока, он посмотрит это видео, соответственно, посмотрит эту рекламу в видео. А у меня нет рекламы, которая без пропуска есть. Может, где-то упоминается, но это чисто когда вот авторские права на двоих разделены. Это крайне редко. Сама я не ставлю рекламу без возможности пропуска. Короче говоря, посмотрите эту рекламу. У меня какая-то копейка упадёт. И мои 100 баксов, допустим, выведутся не через 11 месяцев, а через 10. Да, где-то раз в год я получаю, ну, раз в 10-11 месяцев я получаю 100 баксов с Ютуба. Максимально у меня доход был 102 бакса с Ютуба в каком-то году. Может быть, в позапрошлом году. Короче, во-первых, это полезно, ну, как бы, круто для канала новое видео. Во-вторых, это интересно мне, потому что мне нравится делать монтаж, мне нравится всем этим заниматься, я ловлю от этого кайф. Третьих, это полезно и какому-то человеку, который, возможно, ищет отзыв именно на такую технику и думает, вот такое купить или другое. И он, возможно, купит Китфорд. И Китфорд хорошо, и мне хорошо, и ролику хорошо, и человеку хорошо. Ну, и пятая составляющая – это то, что вот будет какой то небольшой доход с просмотра этого ролика. У тех, у кого есть Ютуб премиум, вы не смотрите рекламу, но у меня тоже капает монетка за то, что у вас вот этот Ютуб премиум подключен. Ну, а у тех, кто ставит этот блог, желаю вам работать за бесплатно до скончания вашей жизни. И чтобы вам зарплату всегда задерживали и никогда вы ее не получали. Да, я такая вот злая. Короче, дальше, что у нас. Ну, вот это по поводу путешествий. У меня вот были деньги, ну, грубо говоря, у меня я потратила на холодильник больше, чем вообще планировала. Я в прошлом году, когда мне что-то глючил холодильник, пошла в магазин люкс, где купила в этот раз холодильник. Там, смотрю, по акции какие-то холодильники были за 14 тысяч, за 15, за 16. Вау, вот я за 14 тысячи куплю. У меня с подругой ходили, она как раз типа того, что где-то такой холодильник найдешь, ты чё? И, значит, были, конечно, за 16 700, еще какие-то. Но вот мне очень понравился тот, который я в итоге купила. На днях. Буквально позавчера. Я хотела, чтобы камера была внизу, чтобы было два ящика, чтобы сверху был вот этот холодильник, чтобы он был не особо высокого роста. Но вот какой хотела, такой купила. Изначально он мне очень понравился, но он стоил вообще за наличку 18 999. Это если за наличку платишь, и у тебя есть карта магазина. У меня есть карта магазина. Если ты платишь не наличкой, а картой, то это что-то около 22 тысяч было. У меня столько денег не было на карте вообще. У меня на карте было 900 300 на тот момент. 19, пардон. 19 300 рублей на карту. Всё. Все деньги. И я вроде как очень хочу этот, но понимаю, что я себе позволить его не могу. Хотя я могла бы взять долг у родственников, но как-то вот хоть хотелось купить именно на то, что у меня есть. В итоге выяснилось, что там как бы ликвидация, ещё то, всё. Короче, попало под акцию. У меня ещё какие-то там 39 рублей баллов было на этой карте внезапно. Он мне обошёлся в 18 660. Осталось практически без денег. И, в общем, как-то эти деньги у меня изначально лежали. Я думала куда-нибудь съездить. Но я думала, что корова вируса пропадёт к лету, всё утихомирится. Но корова вируса пока никуда не девается, к сожалению. Потом я решила, что раз я никуда не еду, то я сделаю себе наконец-то окно на кухне пластиковая, потому что часть окна не открывается вообще, спасибо некоторым людям, у которых руки, видимо, не оттуда растут. Ну, неважно. А другая часть не закрывается и зимой дует. И когда у меня были толстые старые занавески, то можно было занавесить и не дуло зимой. Ну, как бы сидишь за навешенным окном днём, но хотя бы не холодно. А сейчас они тонкие и красивые и от ветра не защищают. Я думала, сделаю себе этот… Попрошу тётю помочь. Она как бы согласилась с её пенсионной скидкой. Мне там обойдётся чуть дешевле, да, учитывая, что окно у меня нестандартное, очень большое на самом деле. Оно больше, чем кухонное окно на механке. Оно больше, чем большинство окон кухни в этих домах. Оно больше, чем кухонное окно у моей тёти в её трёшке. В другой вообще квартире, скажем так, да, у меня однушка. И тут холодильник помирает, и я понимаю, что как бы окно – это не настолько важно. Без окна можно ещё как-то со своим деревянным старым окном ещё можно как-то год протянуть. Короче говоря, я понимаю, что у меня сейчас в приоритете холодильник. Я стою на остановке с подругой, говорю, дьявол, пожалуйста, пусть я куплю холодильник тысяч за 16-15, но не такой, как обычно у меня бывает. Но я сначала смотрю какую-нибудь технику. О, тысячи за три эту куплю штуку, потом раз в тысячу шесть за неё выдашь. Зато оптимальное то, что я хотела. Конечно, он не ноу-фрост этот холодильник. Конечно, я не могла себе позволить холодильник за 35 тысяч по акции. Конечно, я не могла позволить себе холодильник какой-то за 55 тысяч без акций или ещё что-то. Если кто-то узнал себя и обиделся – это ваши проблемы. Обиженных… на обиженных возят воду. Не буду говорить грубую фразу, скажу просто – на обиженных возят воду. Вас запрягут и повезут на вас воду с колодца, допустим, литров шестьдесят. Я купила тот, который я хотела. Он круче, чем мой предыдущий, он тише, чем мой предыдущий. Он мне нравится, у него большая морозильная камера для меня там 63 литра, предыдущим было 30 литров. Правда, я осталась без денег, но снова отдам долг со следующей пенсии. Если, конечно, мне кто-то задонатит три косаря, то я отдам долг раньше. И буду снова по чуть-чуть откладывать. В принципе, если вы живёте один или вы живёте вдвоём, ну без разницы как, если воспринимать адекватно себя самого и понимать, что… допустим, я понимаю, что мне никто не поможет. Так, чтобы кто-то мне безвозмездно отдал денег из близких родственников или из близкого окружения, у меня нет человека, который мне безвозмездно отдаст денег, если мне понадобится что-то купить или я что-то купила и осталась без денег. Я говорю, знаете, можете мне дать тысяч 15 безвозмездно? Да без проблем, Лёнь, бери. У меня такого нет. Я рассчитываю только на себя, я знаю, что мне никто не поможет в какой-либо такой ситуации. Нет, в долг мне дадут, но это в долг. То бишь, мне дали в долг, я потом этот долг возвращаю. Или бывает такое, что кому-то что-то позарез надо, и у меня берут этот в долг, и я потом этот долг получаю. Но я сейчас стараюсь не давать долг, потому что было очень много ситуаций, когда у меня тысяч 20 взяли в долг и отдавали частями, это выходит как вода, и когда мне понадобилось купить для учёбы смарт-нетбук, и он стоил в два раза меньше, чем мне были должны, мне тупо пришлось брать в кредит на другого человека, но оплачивала я. Соответственно, я ещё на 2000 себя нагрузила, скажем так, лишнюю трату получилось, и я поняла, что некоторым людям лучше не давать долг, потому что когда вдруг появляется нужда какая-то, не обязательно финансовая, короче, когда нужна помощь, то люди делают вид, что мы тебя знать не знаем, вообще как бы рядом не стояли. Если кто-то снова себя узнал и начнёт бугортить, засуньте свой бугорт себе в одно место, ладно? Лучше исправьтесь, и станьте хорошим человеком. Как бы, если вы воспринимаете себя адекватно, своё финансовое положение тоже адекватно, то вы сможете, ну, ставите правильные приоритеты, допустим, у меня было в приоритете в какой-то момент путешествия куда-то. Потому что я считаю, что даже один день в каком-то месте, иногда вот с какими-то людьми, один день в каком-то месте, это намного круче, чем, допустим, год в каком-то своём месте. Даже пара часов в каком-то месте намного круче, чем неделя на одном и том же месте. Что-то новое, это круто. Путешествия мне вообще нравятся, по возможности я стараюсь это как бы исполнять. Бывают ли импульсивные ненужные покупки? Как часто? Или ты всегда взвешиваешься за и против? Я стараюсь взвешивать себя за и против. Скорее всего, у меня бывают часто импульсивные, ну, в смысле, чаще всего у меня бывают такие покупки. Знаете, пришёл в магазин, купил вкусную красную рыбку, пришёл домой, раскрыл, а она как говно, она воняет какой-то землёй. Два раза мне так попадалось, совершенно разных магазинов, совершенно разные фирмы. Один у нас была карельская, вот эта вот, из Карелии, ну, хорошая вроде марка карельская, делают там всё хорошо, много раз попадалось нормально, один раз попалась как говно. Второй раз попалась тоже как говно. И другой какой-то фирмы тоже попалась как говно. Вот бывает такое, что купите, знаете, вот импульсивная, не импульсивная, обдуманная, взвесила все за и против, но пошла на поводу своего приятеля, оплатила косарь за подписку, как бы без рекламы аниме на год, а реклама там есть. Нет, там есть, конечно, плюсы, но то, что это обман, что там реклама, нет, это вот уже минус. Это сравнительно, как я на следующий день купила грушу, она такая вкусная, с виду вкусная, мягкая, стопудово сладкая и сочная. Я её разрезала, она как вата. Вы знаете, конечно, 100 рублей, допустим, за грушу и косарь за год подписки на то, что можно посмотреть бесплатно в том же самом практической качестве. И с той же самой рекламой это, ну, немножко разная, да, категория. Вот так вот. Но, по сути, одно и то же. Я крайне редко совершаю импульсивные такие вот покупки. И просто, когда у тебя нет настолько много денег, когда ты понимаешь, что, в принципе, иногда остаётся вот реально 200 рублей на две недели и ждать помощи бесплатно и совершенно нет кого, то, как бы, понимаешь, что можешь вполне без этого прожить. Хотя, бывает, я вот приехала в прошлый приезд из деревни, ну, у меня 3000 где-то ушло на жрату в деревню. У меня хороших, качественных пельменей купила ещё что-то, ещё что-то. И тысяч пять у меня ушло чисто на фрукты разные. Ну, как бы где-то сейчас свежие фрукты. Эти фрукты зимой, конечно, можно купить, но по большей части они невкусные. Или, вообще, как не пойми, чё, какая-то груша ватная. Так. Бывают ли импульсивные ненужные покупки? Это вот чисто связано по большей части с едой. Какие-то вещи я стараюсь не покупать. Когда я сюда приехала, я даже стараюсь как-то побыстрее расхламиться. У меня, конечно, есть ещё несколько тюков неразобранных. Блин, уже три года тут с лишним живу, а 19, 20, 21. Да, уже тут как бы три с половиной года, как я живу. У меня ещё есть три или два тюка, которые я до сих пор не разобрала. Там каких-то вещей ещё какие-то накопились. Я сложила, можно сказать, четыре тюка, потому что пакет, допустим, порвался, разложил по-быстрому, потом разберу. И как бы я стараюсь просто какие-то вещи, но если они мне не нужны, то зачем покупать? У меня скорее получается так, что я долго-долго хочу какую-то штуку. Или души джаба. Или как бы особой надобности мне нет. Или ещё что-то. И потом раз и купила. Вау, я купила штуку. Правда, после неё всегда получается что-то ещё надо покупать. Так, что у нас тут? Ненужные покупки или как часто? И ты всегда грешусь за и против. Но я часто грешусь за и против. И я стараюсь, вот если мне нужна какую-то вещь, я уже поняла за собой, вот как с этим даже холодильником. Если я что-то хочу купить, я кучу отзывов прочитаю. Я посмотрю, что и как. Правда, с холодильником было всё спонтанно. Я потому что про этот холодильник ещё год читала, два читала как-то уже. Примерно знала, что мне надо. На что я могу рассчитывать. Я смотрю кучу отзывов, видео в том числе. И изучаю вопрос, изучаю, что и как. Взвешиваю все за и против. Смотрю, где какие цены, где лучше купить. Ну, там, если это возможно, допустим, через тот же Озон купить, то холодильники, к сожалению, не доставляют на мой адрес, в мой город. Хотя тот же холодильник тысячи на две дешевле был на Озон, что я купила. Ну, правда, в таком случае мне бы некуда было. Меня бы не увезли, вот, допустим, мой вот этот старый. Во всём есть просто, потому что вот этот холодильник у меня как бы попало под акцию. У меня рублей была скидка ещё за то, что там была такая ликвидация 30%. Я думаю, что такое, может, этот холодильник какой-нибудь вообще не рабочий, они его продают. Но вот мне сказали, что оказывается, мы привезём вам новый и заберём ваш старый совершенно бесплатный, плюс ещё 300 рублей вам скинем за это. Цены. Короче, как-то я вот, ну, более взвешенно к этому подхожу, более рационально, более внятно, чтобы вписаться в бюджет. И если люди, вот, вы ставите какие-то приоритеты, допустим, ну, приоритет куда-то путешествовать, то можно как-то вот разнообразить так вот, ну, что-то, а да, как экономить? Потому что ещё другие вопросы были, но я просто не нашла. Этот камень я пометила звёздочкой красненьким флажиком, а другой камень, я просто вспомнила, что какие-то сейчас вот по ходу записей видео, что, ну, типа, как экономить? Вообще я считаю, что как бы… У меня вот есть подруга в Москве, мы с ней давно не виделись в реале, редко сейчас общаемся вообще, как-то посиди раньше переписывались, как-то ещё общались, ну, давно, короче. Коренная москвичка, она любила покупать исключительно по скидкам всё. Не шиковать там, как принято думать, что в Москве там до хрена денег, и надо до хрена мне, соответственно, нравится, а именно как-то нормально, рационально подходить к тратить денег. Короче, я постараюсь покупать что-то по скидкам. Ну, уж не какое-то говно, как вот мне тут на днях выдали, что типа вот только по… Что ты покупаешь только по скидкам и какое-то говно. Ну, что-то я смотрю всегда на срок годности продукта. У меня с этим строго. Я смотрю, чтобы нормальный состав. Ну, многие, кто давно, даже если недавно меня смотрит, знаете, что я стараюсь сейчас больше готовить сама, чем что-то покупать. А сладкое практически не покупаю, очень редко, крайне редко. Дотошно смотрю на состав, если мне уж что-то хочется. Я просто иногда покупаю зефир, но я знаю, что я могу его сама сделать. Сегодня была в магазине, думала, что нельзя чай, но у меня до хрена варенье, целых три полки, некоторые варенье ещё за прошлый год. Ещё и в этом году уже варится, да. У меня есть шоколадка, но тут за одну, скажем так, бартер у меня случился, за одну съедобную штуку мне дали другую съедобную штуку, вот как-то так неожиданно попросили, типа, есть, есть. Ну, как бы, как раз холодильник помирать собирался на следующий день, но я бы не знала, что он собирался помирать. И это мне немножко облегчило жить даже в каком-то плане. У меня есть варенье, у меня есть немножко мёда прошлогоднего, у меня есть половинка шоколадки этой, вот у меня есть немножко сухофруктов, как бы есть что с чаем попить. У меня даже есть немножко кэши. Кэши внезапно очень вкусненький, сладенький, мне он раньше как-то не очень нравился, один раз в жизни пробовала, как-то не прониклась. Тут купила на развес 100 грамм чуть-чуть попробовать. И как бы с чаем кэши очень вкусно. Какие-то продукты можно, если вы можете их делать сами, то лучше делать самим. Сначала оказывается, что, допустим, за 16 рублей купить половинку чёрного, да, или делать самой, там мука стоит столько, масло столько-то, ещё сколько-то там за электричество. Вроде как получается купить дешевле, но когда вот, если закупился полностью, там мука, масло, ещё что-то, да, соль, те же дрожжи, то на несколько раз вот этого хватит. И мне кажется, всё-таки готовить намного дешевле самим, чем покупать готовое. Ну, покупать по акциям, стараться покупать по акциям. Не обязательно всякое всё подряд по акциям брать, а вот что-то если… Вот мне очень нравится с ламбир и ларец, и с грецкими орехами, и тот, и другой, и без грецких орехов тоже. Я стараюсь его покупать, когда он по акции, потому что, допустим, за 999 рублей за килограмм сыр, или этот же сыр в том же магазине иногда бывает за 590 за килограмм, или за 620 за килограмм, понимая, что если есть скидка на этот сыр, значит, сам по себе он стоит намного дешевле. Потому что продавец никогда не продаст в ущерб себе. Это я, когда и просто заказывала на своё имя и друзьям, могла сделать им скидку в свой минус. А с друзей, правда, я потом ни хрена такого не дожидалась. Ну, это такие друзья называются. Вроде всё, вот что сказала, как планируешь свой бюджет. Ну, а так и планирую. Я стараюсь. У меня иногда выходит, действительно, остаются деньги. Вот в прошлом месяце у меня как-то получилось 5 тысяч даже оставить. Не, меньше, ну, 4 с чем-то тысячи у меня осталось чисто вообще бонусом к моему этому вкладу. В общем, у меня... А в этот месяц у меня получилось как-то до хрена их потратить. Ну, в позапрошлый месяц, в этот месяц как-то у меня до хрена получилось потратить. У меня вроде как было где-то тысяч 20, потом я что-то купила, что-то купила. В итоге у меня осталось 19, и не все ушли практически на холодильник. Вот так. Так и живём. Мне иногда... Ну, я стараюсь как бы воду экономить, потому что стоят счётчики, и я стараюсь всё-таки сначала намылить посуду, а потом включить воду и мыть. Но иногда у меня бывает, что вода льётся, я мылю, смываю, потом смотрю на счёт. За электричество, внезапно электрический чайник. У меня сейчас маленький на газовую плиту, малюсенький такой, на литр чайник. Больше марка, кажется, я даже обозревала чайник со свитком, но там кто-то там в шкаменте что-то вякал, что какой-то ролик неправильный. Короче говоря, сейчас жарко, и газовую плиту, включая аж по минимуму, я даже варенье стараюсь варить ближе к вечеру, потому что нереально жарко. Вот в комнате у меня тут было 30 градусов, когда холодильник разморожен, ну, ждала, когда 8 часов он стоит, 4 часа ещё морозится на себя. У меня в этой комнате было плюс 27 градусов, там примерно так же на кухне, как бы особо не подготовишь на газу. И я пользовалась электрическим чайником Китфорд, очень классно, кстати, он мне нравится. И внезапно у меня как-то не настолько много и нагорает за этого. Если вы там как-то гунитесь за экономией на электричество, замените свои лампочки Лича на лампочку долгоиграющую, вот такую витую или там какую-то другую, типа витой. Ну, долгоиграющая лампочка, короче говоря. Они тоже как бы поменьше электричества живут, чем что-то ещё. Ну, или там, не знаю, старайтесь не особо вот включать свет, когда без него и так светло. Вот сейчас у меня правда свет горит, потому что у нас что-то за тучки облачка, за облачки, точнее, солнышко ушло, пенёк пророчит в Углича дождик, возможно, и есть где-то, но вот у нас пока дождика нету, солнышко ушло, стало не так светло. Не знаю, как-то, мне кажется, надо просто стараться жить по средствам, потому что если по-другому вы не можете сэкономить, ну, как-то ставьте другие приоритеты. Тех, у кого до хрена денег, они могут позволить себе ноуфрост, т.д. и т.п., и при этом умудряются ещё что-то пожаловаться. Да, у нас супердорогие цены, но ты со своей долбанной пенсией вообще в расчёт с нами не идёшь, вы затмите себя, ладно? Не, вы, конечно, можете срать в комменты, поэтому ролик будет ещё более популярный, но это не про вас, я имею в виду, вам, у вас до хрена денег, вам есть на кого рассчитывать, вы можете взять долг и не отдавать, ну, я просто, есть такие люди, есть такие люди, которым предки до хрена помогают, у меня нет предков, мне помогать некому в таком плане, поэтому как бы это, финансово особенно, то это не про вас, а если вы там сводите с концы с концами, скажем так, у меня просто иногда смотрю, думаю, мои 14 500, значит, но иногда сейчас редко очень случаются некоторые шабашки, что вот там где-то три месяца подряд у меня было по 500 рублей приход, бонусом к моей зарплате, да, к пенсии, и как-то это нормально было, иногда так смотришь на эти чеки, думаю, блин, я столько потратила, я от государства меньше получаю, чем потратила, как вообще такое? кошка не хулигань, кстати, она подросла, в августе ей борту за 5 месяцев, ну и как-то это, в общем, короче, просто ставьте приоритеты, для себя какие-то определитесь, вот это сейчас я хочу, вот это мне сейчас важнее, и как-то на что-то откладывайте, на что-то экономьте, да, вот у меня бывает, конечно, что я много себе не позволяю, но без чего-то ведь вполне можно прожить, ну да, обидно, хочется чего-то там, но можно вполне прожить, можно самой приготовить, десерты можно самой готовить, во-первых, это расслабляешь мозги, во-вторых, это весело, я вижу, кошка хулиганит, в-третьих, как бы это экономит бюджет, ну, в общем, возможно, сумбурный ролик, я так и думала, когда начинала писать, даже это со второй попытки, но если вы это осилили, если вам было интересно, то очень клёво, значит, не зря я говорила в камеру и тратила время, всем спасибо и пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!